Баклажан должен на вес быть легким в руке Если он легкий в руке, значит в нем мало семян А если в нем мало семян, значит он вкуснее, чем тот, который уже перезревший с большим содержанием семян Как только у меня баклажан вот так вот порезан на дольки, я его режу вот такими кубиками Это очень просто и быстро, видишь? С баклажаном, мне кажется, основная ошибка всех людей, которые готовят баклажаны Ну не всех, многих людей, которые готовят баклажаны В том, что они слишком много масла добавляют в баклажаны, когда их готовят Потому что баклажаны очень много масла впитывают, это правда, они его любят Но ты знаешь, как интересно, что совсем не обязательно в баклажан добавлять много масла Ему сколько ни дай он съест Поэтому в этом случае можно просто его немножко обжарить, потом, например, добавить в духовку. Я присыпаю солью, оставляю на несколько минут, чтобы горечь из баклажана ушла. Можно придавить прессом, можно просто вот так вот оставить. Пока горечь уходит, луковица одна. Вода у меня для макарон кипит. Луковицу крашу довольно мелко. Я вообще, только если специально не указывается, что лук должен быть порезан крупными кусками, мне кажется, что в соусе приятнее, когда лук мелко измельчен, чем когда крупные кусочки попадаются. А вот чеснок для соуса лучше мелко-мелко не крошить. Либо уж тогда просто целиком дольку в соус отправить, чтобы просто на запах отдала, и потом ее убрать оттуда совсем, как я сейчас сделаю. Либо добавить чеснок в самом конце, когда лук уже зазолотился. Сковородка нужна потяжелее, не такая легкая, с тефлоновым прокрытием, на которое только у блины и удобно жарить больше ничего. Тяжелая сковородка. Столовая ложка растительного масла. И лук с чесноком. Если отправляем сначала чеснок, то даем ему просто вот так вот в масле нагреться. Ну вот масло уже достаточно прогрелось, и чеснок начал отдавать свой аромат. В этот момент я добавляю лук. Как только лук стал прозрачным, баклажаны промываем. Смываем в них ту горечь, которую из них соль вызвала наружу. Как только баклажаны ты промыла, их нужно как следует высушить. Хорошо высушенные баклажаны отправляю к прозрачному луку. Вот сейчас они должны сначала обжариться. Ну то есть так, припуститься. Минут 5 проготавливаешь баклажаны. Ты увидишь, они тоже начнут становиться прозрачными. Вот пока баклажаны готовятся, приготовишь остальные ингредиенты. Сыр фета. Просто нарезаю кубиками. Я не буду добавлять... Соль, которая была в баклажанах, мы вымыли, смыли. И буду солить только воду для макарон. А в сам соус добавлять соль не буду. Фета отдаст свою соль, и будет просто все очень сбалансировано. Посмотри, вот тебе даже видно, что баклажаны, смотри, как они проготавливаются. Самое время отправить сюда помидоры. И дать баклажанам возможность протушиться вместе с помидорами на медленном огне. Продолжим измельчать фету. Фета у меня упаковка 200 грамм. Я думаю, что на вот такую компанию из 4-х человек 200 грамм вполне то, что нужно. Собственно говоря, практически все. Соус готов. Как только вода закипит, а вот она закипела, я ее солю. И отправляю сюда макароны пенны. Пенны наиболее удачные. Выбор для такого соуса, потому что когда есть кусочки сыра, кусочки баклажан, хорошо, когда и макарончики тоже так как бы кусочками, понимаешь, ну то есть длинненькими. Не спагетти. Пенны, может быть, спиральки или бантики тоже хорошо. Дети такое любят. 300 грамм мне нужно. Здесь пачка 500, значит, почти чуть больше половины. Макароны готовим согласно инструкции на упаковке. Воды должно быть много в кастрюле. Ну вот, пока макароны варятся, соус у нас стоит на медленном огне и ждет продолжение. Так, макароны готовы. Макароны добавляем прямо в соус. Добавляем сыр. Базилик. Базилик рвем руками, потому что тогда он пахнет сильней. Ну вот, макароны готовы. Несколько капель оливкового масла. Все. Оставшийся базилик для красоты и запаха. А, красота! Посмотри, часть феты уже начинает плавиться, но до конца она не успеет. Сейчас я дам тебе испробовать.